Многие печатные издания и критики в один голос называют Павла Прилучного сам востребованный актером новой волны. Артист имеет целую армию поклонников и хотя, как признается сам, любит больше, полнометражные картины прославился благодаря сериалу. Можно, конечно, сидеть и ждать эпохального проекта, но актер должен работать ежедневно и ответственно, тогда тебя заметят мэтры. Биография Павла Прилучного начинает отчет с 5 ноября 1987 года. Детство артиста, брата Сергея и сестры Елены прошло в городе Бердске, Новосибирской области. В лихие 90-е некоторые друзья парня оказались за решеткой. Родители, чтобы сын не покатился по наклонной, заняли досуг Павла секциями. Мать работала хореографом и записали парня на балет и хоровое пение, а отец на бокс. Ни одно из этих занятий мальчику не нравилось, хотелось гонять в футбол во дворе, но его раз за разом возвращали. Полученные навыки Прилучный использовал в жизни, если вы нуждали обстоятельства. Хорошая растяжка осталась, она очень помогает, когда надо в морду с ноги дать. Пустые разговоры с хамами не имели смысла, я сразу бил, рассказывает актер. В 14 лет юноша стал кандидатом в мастера спорта по боксу. На этом этапе Павел завязал с любимым увлечением. Частые сотрясения мозга навели на мысль, что голова в жизни еще пригодится. В тот же момент в семье произошла трагедия. Умер отец Паши. Мать с тремя детьми испытывала финансовые трудности, а занятия в танцевальной школе стоили и вовсе дорого. С хореографией пришлось расстаться. По окончании школы Паша получил образование в театральном училище Новосибирска, куда перебрался один. Закончив его, пополнил труппу театра «Глобус». Два года актер выступал на сцене, где блестяще исполнил несколько главных ролей. По приезду в столицу Прилучный ввязался в драку. Пытаясь найти съемное жилье, на период экзаменов, молодой человек обратился в риэлторскую контору. Согласовав цену с посредником, он оставил 15 тысяч рублей залога и назначил встречу около метро. В назначенное время на станцию никто не пришел, его обманули. Утром наивный Простак обратился в полицию. Однако Павлу сказали, что еще мало потерял. Разъяренный артист вернулся в Тверскую в поисках правды. На грубый, на смешливый ответ Прилучный устроил разгром и ушел только когда охрана пригрозила оружием. В Москве актер поступил в школу студии МХАТ на курс Константина Райкина. Квартиру искать не пришлось. Парень получил комнату в общежитии. Отметился в роли опришки из мюзликла «Непп», где были задействованы около 200 человек. Через два года Прилучный ушел. Не понравился авторитарный стиль педагога. С 2007 по 2010 годы Павел учился в ГИТИСе у Сергея Голомазова. Актер принимал участие в постановках театра на Малой Бронной. А также играл на подмостках театра имени Михаила Булгакова и учебного театра ГИТИСа. Кинематографическая карьера Павла Прилучного стартовала с эпизодов. Он начал появляться в кино еще учащийся в ГИТИСе. Дебютом стал сериал «Школа номер один». Далее последовали киноленты. Паутина, путейцы, клуб. Известность принесла главная роль в остросюжетной картине на игре. В фильме Павла Санаева Прилучный исполнил роль крутого игрока Дока. Перевоплотиться было легко, признается актер. В свое время молодой человек много времени проводил в игровых залах и увлекался контроль. Когда режиссер искал фишку для главного героя Прилучный, решил сделать татуировку в области шеи. Наколка Док, по мнению актера, не столько принадлежит персонажу, сколько импонирует его образу. Трактовать ее можно по-разному, и на этот счет у Павла много идей. Тату не мешает ему сниматься, ведь грим творит чудеса. В 2011 году на экраны вышел многосерийный фильм «Закрытая школа». Герой Павла – 16-летний сын состоятельного отца. Под внешней избалованностью кроется чувственная ранимая душа. В компании одноклассников персонаж Прилучного расследует цепочку таинственных и жутких происшествий. Сериал заполучил симпатии миллионов зрителей. Работая над «Закрытой школой», актер успел появиться и в других проектах. Он снимался в детективном сериале «Метод Лавровой», где блистала Светлана Хоченкова. В криминальном телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», главную роль в котором исполнил Евгений Ткачук, боевики-геймеры, продолжившем историю-картину на игре. Только поутихли восторженные отзывы о игре Павла Прилучного в ленте «Закрытая школа» как актера приглашают на главную роль в криминальную драму «Мажор». Критики сошлись во мнении, что у создателей сериала получилась увлекательная история, несмотря на кажущийся с первого взгляда тривиальный сюжет. Сериал с Пашей попал в десятку лучших, а самого Прилучного назвали открытием 2014 года. Характерные роли актеру по душе. Он признается, что играть антигероев интереснее и веселее, а если это отъявленный мерзаяц, то приходится искать оправдание или хотя бы объяснение его действия. Так случилось с персонажем Маратом из семейной саги «Дело чести», где герой находил способ восстановления справедливости только в поступках по понятиям, так как этому научили старшие. В «Дурной крови» Павел сыграл насильника, которому приходит осознание ничтожности собственной жизни, только тогда, когда он потерял память. Еще один ключевой персонаж достался артисту в экранизации избранных романов Вадима Панова из цикла «Тайный город». В 2015 году Прилучный вместе с супругой снялся в главной роли в фантастическом экшене «Квест». Герои сериала заражены смертельным вирусом, и чтобы добыть противоядие, проходит серия жестких испытаний. В ноябре 2016 года стартовал показ сериала «Мажор 2». Основными действующими лицами, помимо Павла, остались Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Александр Област. Камео исполнила в киноленте Вера Брежнева. В 2006 году личная жизнь Павла Прилучного претерпела изменения. В его судьбу вмешалась любовь. В это время молодой человек заканчивал обучение в группе Константина Райкина, куда пригласили американскую знаменитость Ники Рид, Розали из «Сумерек», Сэйди из «Одиноких сердец». Девушка приехала в школу-студию навестить подругу, которая получала образование на иностранном курсе. Заморская дива увлеклась Павлом, и Прилучный влюбился в нее. Через семь дней Ники покинула город, а молодой артист потерял голову. Переписка длилась долго. Влюбленные планировали пожениться. Ради Ники артист прервал учебу и устроился на работу, так как нужны были деньги. Красивая история закончилась внезапно. Ники перестала принимать звонки и отвечать на письма парня. О романе с внучкой Леонида Каневского, Ренатой Пеатриевский, артист вспоминает с теплом. Добрая девушка улавливала нюансы настроения Павла, старалась помочь, но оказалась внутренне сильным человеком. А Прилучный домостроевец привык, что первенство принадлежит ему. Женщина в его глазах должна оставаться и вовсе слабой. В 2011 году на съемках сериала «Закрытая школа» Паша познакомился с актрисой Агатой Муцениеца. По сценарию между героями вспыхнула взаимная любовь о том, что чувства с экрана перенеслись в реальную жизнь. Съемочная группа узнала, когда получила приглашение на их свадьбу. Руку и сердце будущей жене артист предложил еще на первом свидании. Однако Агата не восприняла это всерьез. Прожив вместе две недели, Павел повторил попытку и возлюбленная ответила о согласии. Пара решила не затягивать и спустя 20 дней после подачи заявления и вовсе поженились. Через два года появился сын Тимофей. Чтобы успеть к рождению наследника, Прилучный сорвал съемки, проходившие в Санкт-Петербурге и умчался в Москву. В марте 2016 года Агата преподнесла мужу самый лучший подарок, родив дочь по имени Мия. Павел считает, что отец из него получается строгий. Однако мужчина не может отказать детям в просьбах и тут же покупает все, что им захочется. В начале лета 2018 года Агата Муциненеце написала в социальных сетях, чтобы опередить СМИ и грязные слухи, что они с мужем ставят свой брак на паузу. Девушка попросила не влезать в их отношения, так как обоим сейчас непросто. Павел подтвердил информацию и попросил не распространять бредовую мысль о появлении третьего человека в их жизни. Проблема заключается и вовсе не в измене. Совместное появление супругов на осенних светских мероприятиях наглядно продемонстрировало, что кризис позади. Павел и Агата, по словам близких друзей, словно переживают второй медовый месть. В знак крепости уз актеры сделали татуировки на пальцах, там где традиционно носят обручальные кольца. Девушка призналась, что взрывной темперамент обоих доставляет неудобства, и над этой проблемой пара постоянно работает. А за время размолвки пришло понимание, что существовать друг без друга невозможно. Главное вовремя остановиться, сесть и спокойно поговорить. Более того, за это время семья улучшила жилищные условия, купила новый дом в большей площади, потому что с ними сейчас живет мама Павла. Артисты планируют пополнение. Прилучный хочет еще одного сына. Фильмография Павла Прилучного непрерывно пополняется. Актер считает, что представитель его профессии должен быть на площадке универсалом, потому зачастую работает без дублеров. Трюки для рослого и спортивного мужчины рост 180 см, вес в зависимости от творческих задач от 65 до 75 кг и вовсе не проблема. Правда, на съемках Мажора дорогущий Шевроле Корветт водил трясущимися руками. Волновался зря, машину разбил сам хозяин. Самым травматичным стал сериал «Призрак», в котором Павлу достался образ наемного убийцы. Киллер безошибочно отрабатывал заказы до тех пор, пока не получил удар по голове от очередной жертвы, не потерял память и сам не превратился в мишень. Показать себя в комедийном амплуа «Прилучном» удалось в ленте Килиманджаро о приключениях граждан России в Азербайджане.